В студии Раисат Юсупова. Здравствуйте! Это специальный выпуск программы «Время новостей». Подведем итоги года в Дагестане и вспомним самые интересные материалы корреспондентов РГВК. Особенно приятно, что в этом году наши здания отремонтировали, и теперь мы будем работать для вас в более комфортных условиях. Обо всем расскажем по порядку, но прежде глава Дагестана Сергей Меликов обратится к дагестанцам и поздравит с наступающим Новым годом. Уважаемые дагестанцы, еще один год навсегда становится частью истории. Он был сложным, полным драматических событий, которые закалили нас. С особой остротой мы ощутили, как высоко ценится достоинство Отечества, защита которого наш первейший долг и высшая честь. И поэтому я, прежде всего, хочу поблагодарить дагестанцев за неизменную готовность отстаивать интересы России, быть в строю и в моменты триумфа, и в пору испытаний, за преданность Родине и народу. Мы с вами знаем, что в этот праздничный вечер не в каждом доме будет царить веселье, звучать звонкий смех. Мы, сообща, переживаем боль от невосполнимых потерь и гордимся теми, кто выполняет задачи по обеспечению безопасности государства, поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Спасибо бойцам, которые сегодня на передовой сражаются ради будущего России и близких всем нам ценностей. Мужество и отвага, стойкость и решимость дагестанцев, военнослужащих и добровольцев получают самую высокую оценку. Дагестан дал стране пятерых героев России. Этого звания удостоены. Старший лейтенант Нур Магомед в Гаджи Магомедов, генерал-майор Исидула Абачев, старший лейтенант Руслан Курбанов, майор Инвер Набиев, капитан Исрафил Магомедов. Более пятисот дагестанцев награждены орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Отдельная благодарность всем тем, кто поддерживает наших ребят и жителей новых территорий России. Дагестан стал одним из лидеров по объемам оказанной гуманитарной помощи, около двух с половиной тысяч тонн. Причем в этом благородном деле участвуют бескорыстно не только меценаты и общественные организации, но и простые люди. Женщины, которые вяжут носки для военнослужащих, дети, которые отправляют им письма, учителя, врачи, все, кто не может оставаться в стороне и как когда-то, в годы Великой Отечественной войны, вносят свой вклад в достижение победы. Дорогие друзья, несмотря на серьезные испытания, наша республика сегодня преображается. Строятся новые социальные объекты, автодороги, мосты, благоустраиваются улицы, скверы, развивается туризм, реализуются крупные инвестиционные проекты. Есть очевидные достижения и в экономике, и в общественной жизни. Многое делалось в течение всего, объявленного в Дагестане, года образования. Свои двери открыли десятки детских садов, проведен капитальный ремонт в сотнях зданий школ, создавались условия для совершенствования образовательной системы, подготовки педагогических кадров. Все эти изменения ощутили тысячи дагестанцев во всех уголках республики. Наступающий 23-й год объявлен на федеральном уровне, годом Расула Гамзатова, нашего великого земляка. Для Дагестана это поистине знаковое решение, принятое главой государства. И, конечно, большая радость и гордость для каждого из нас. Уверен, нам по силам достойно организовать юбилейные торжества в честь столетия поэта. Дорогие друзья, испытания и беды обязательно пройдут. Так было во все времена. С нами останется все лучшее, что раскрылось в каждом человеке. Все, что делает нас сильными. Любовь, взаимопонимание, взаимная поддержка. Сегодня очень важно верить в себя и не отступать перед сложностями, беречь единство и сплоченность. Это основа наших общих успехов в будущем. Вместе мы обязательно преодолеем все трудности. Счастья вам, милые добра! Счастья! Мирного неба! Добра! Крепкого здоровья! Любви! Взаимопонимания! Вдохновения! Сладкой жизни! Попутного ветра! Больших весов! Ужества! Победы! Бараката! Слава! Бараката! Счастья! Счастья! Тепла и уюта! Долголетие! Яркого солнца! Высоких достижений! Ровной дороги! Верность друзей! Прочветания! Верности традициям! Больше снега! С Новым годом! Снова в 2023 году! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова